Субтитры делал DimaTorzok У тебя другая была? Ну да, у нас, кажется, было VE Плюс на потоке Так, в общем, да, сегодня Интересное решение Мне VE всегда больше нравилось Так Да, сегодня мы немного поговорим Про ганы То есть я просто дам такую Короче, модель Просто модель ганов Без каких-то там деталей Вестершайн лоссов и прочих Потому что Например, в вышке или в шаде считают целый Курс по ганам И, возможно, они уже через пару лет вымрут Поэтому зачем про них рассказывать так много Конечно, в чем А может, ты не шучу? Может, раньше Так, да, и мы еще поговорим про Какие-то модельфикации в VE То есть мы на прошлом Семинаре поговорили, что VE это хорошо, но Но у него там есть prior Который просто нормальное распределение И это в целом Как бы Ну, в целом, в общем, довольно-то тяжело Энкодеру переводить какие-то картинки В нормальное распределение А потом просто за один шаг А потом декодеру из этого восстанавливать Но мы еще поговорим подробнее Так, давайте начнем с ганов А вас где-то вообще про них говорили? Да 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 Ну, а просто на шаге Упоминание А может быть В прошлом средстве На грене интернациональной агентации Так, да Ну, ладно, тогда быстро Да, ну, собственно У нас есть какой-то шум Который Цемплируется Из стандарта нормального После этого он подъется В генератор А, кстати Почему так? Сейчас Смотрите Ну, то есть, наверное, просто Когда мы говорим про все вот эти Почему, да Я вообще решил встать этот кусок роганы Потому что полезно в целом понимать Что вот есть там разные генеративные модели Они вот на самом деле Все как бы, ну, понемногу отличаются Но В смысле, полезно понимать Мотивацию вот этих всех отличий То есть, там, зачем все эти дискриминаторы Были нужны Или там В чем плюсы той или иной модели Так Да, и в чем минусы Собственно, она выдается какая-то картинка Х Также у нас есть датасет Вся эта штука Подается Подается Бискриминатор И он нам говорит, что реальный этот объект или нет Да, то есть, вообще в чем суть Как бы, если мы посмотрим Если мы посмотрим только на генератор То сразу видно, что Ну, при самом сэмплировании Нам на генератор не нужен Он нам новый объект И вообще никак не генерирует Нас нужен только генератор То есть, он там берет шум И выплевывает там картинку Точно так же, как вот Декодер в АЕ Да, тоже принимает шум из прайера И выплевывает картинку И Собственно, там первый вопрос был Почему бы просто не обучать тогда Вот этот вот Как бы Икс Матчить просто в какую-то картинку из датасета Ну, типа просто как реконстракшн лосса, да Берем Какой-то рандомный шум Выплевываем Икс И матчим это в какую-то картинку Но вот это почему-то не завелось Да Хотя мы поговорим про Что иногда Если мы берем реально хороший Там Декодер в АЕ То это заводится В целом заводится неплохо И заводится даже настолько Что в итоге наше Обучаемое вот это распределение на латенте Одно схлопывается в прайер И это называется Pasterior collapse Да Ну, вот здесь у нас другая ситуация То, что вот мы не матчим его С помощью реконстракшн лосса Мы просто Обучаем еще дополнительную сеть Дискриминатор И Который нам Говорит Ну, вот это Типичная Минмаг задачи Что дискриминатор пытается Оштрафать генератора А генератор пытается Обмануть дискриминатора Соответственно у нас Возникает тогда Задача Да, и пусть у нас Эта штука это Один класс, а это ноль Тогда Тогда Мы можем сказать Что Так Та-там Оргомаксин Еще наш Барантер И Следующий лосс Дискримин 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 Это ждание по шуму И Собственно На логарифм 1 минус скалинтер g к 7 ну то есть у нас максимум будет в том случае, когда логарифм обратится здесь получается dx на реальных объектах х на единице эта штука всегда у нас меньше нуля и максимум достигает как раз таки, когда x реальный это просто, чтобы проверять где 1 минус d где просто d вторая задача это обучение собственно генераторам но ему просто надо обманывать дискриминатор так 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 генераторам стремится минимизировать эту часть лосса так собственно обычно в ганах поступает еще немного иначе но вот из-за того, что здесь возникает мин-макс-задача так, сейчас из-за того, что здесь возникает мин-макс-задача то она оптимизируется обычно плохо и это видно, если построить следующий график давайте вот эту штуку так, здесь у нас, соответственно, будет x и давайте построим функцию минус логарифм 1 минус x что это у нас в этом будет так 1 минус x и построим вторую функцию да и построим вторую функцию это и как бы когда мы оптимизируем наш генератор то мы по факту максимизируем вот эту вот функцию да? то есть мы можем вот эту вот аргмин-задачу переписать как rmax и здесь подставить минус а здесь то же самое в чем проблема в чем проблема такого подхода ну у нас там была лекция значит поганая ну в чем проблема у этого волоса ну тут даже график наносован ну смотри что бесконечность ну да нет бесконечность бесконечность здесь скорее проблемы вот как бы проблема обучения ганов то что постоянно один из них кто-то один из них учится быстрее и обычно учится быстрее дискриминатор да? и если допустим у нас дискриминатор обучился хорошо и он всегда на картинке генератора подает фейк да? это означает то что вот этот d, a, g от типа epsilon всегда примерно равен нулю да? теперь мы смотрим на область вот эту нулевого волоса и тут мы видим очень низкие градиенты и собственно из-за этого генератора учиться будет очень долго ну в общем или он вообще не будет учиться на практике он вообще не учится при этом если мы начинаем оптимизировать вот такой вот лосс то здесь вот градиенты они большие и светогенератор начинает учиться быстрее ну то есть вот эту штуку можно просто переписать как точнее не переписать а мы заменяем вот этот лосс на вот следующий ну и в целом вот это просто собственно как учиться ган И, во-первых, что здесь надо заметить, что они нигде не работают с плотностью То есть мы изначально получаем просто объект Здесь как бы нет нигде гауссянок И на выходе у нас тоже только один объект Не распределение как в Е И, ну, собственно, в этом как бы минус ГАН Потому что мы никак не можем оценить плотность То есть у нас просто есть какие-то объектики Изображение, единственное, что мы можем сделать Насэмплировать там миллиард изображений Построить гистограмму По поводу дискриминатора На самом деле, вот я вначале сказал то, что его обычно выкидывают После того, как обучили всю модель На самом деле это неправда Иногда ее все-таки оставляют Но не для генерации изображений, а для чего ее можно оставить? Обучение другого изображения Ну, мне обычно не нужно Ну, а я вот сказал то, что обычный дискриминатор так быстрее учится Поэтому нам хороший дискриминатор не нужен обычно Ну, да, да, это близко на самом деле Ну, классификация, как бы да Фейк не фейк Фейк не фейк Ну, а, типа, зачем это нужно, когда мы уже сгенерировали Когда у нас уже готовая модель? Ну, что она будет как-то Почему? Ну, если у него обременных итак, то аномалии можно искать Ну, так и используются какие-то дискриминаторы Аномалии? Да А в каких данных? В том, что генератор генерируют или что? Ну, в обычном Ну, это классификатор используется тогда или что? Ну, его можно использовать так Ну, окей Ну, да, потому что дискриминатор — это классификатор Его можно использовать как классификатор Это логично Как метрика, может быть? Ну, то есть, потом сравнивать на... Вот, да, вот это на самом деле ближе То есть, его иногда используют для того, чтобы сделать типа, своеобразный negative sampling То есть, мы генерируем генератором много изображений И отбираем типа те, которые наименее фейковые Скажем так Понятно? А можно аналогично отбрать реальные изображения И брать те, на которые дискриминатор спрашивал, что они как-то бывают А, интересно В смысле, сделать это, не знаю, adversarial атаку или что? Ну, не знаю, тоже, опять, хард с сэмплинг какой-то получается Какой-то поиск Надо думать, как это как-то применять, конечно Ну, да, вот не прям верю, зачем это нужно Но если мы доверяем на 100% нашему дискриминатору И считаем, что наши данные не настолько хороши, как и наша обычная модель Которая училась на этих данных, то можно Так, окей, теперь перейдем к более хардовой части А, да, давайте еще пару слов про минусы ганов скажу То есть, зачем вообще придумывали эти диффузионные модели Которые будут на следующей лекции У ганов минус — это мод коллапсинг И сейчас, я, кстати, не знаю Не, я этого нигде не стал доказывать Ну, кажется, кто-то это даже доказал Ну, то есть, там обычно рисуется Рисуется в руководстве график Типа вот это у нас распределение реальных данных Типа Как распределение обозначается? Я не понял Напишу XRIL Да, и что у нас делает VAE обычно? VAE, оно, ну, как бы, натягивает такую вот гаусянку на эти данные Это XVAE Собственно, и мы из-за этого говорим Ну, точнее, не говорим Поэтому наблюдаю то, что сэмплы VAE, они размытые И почему это, как бы, бывает Проблема в том, что здесь вот мы видим, что у нас мода этой гаусянки Она находится вот здесь вот А после того, как мы генерируем декодером изображение В итоге оно не соответствует, как бы, ни одному Ну, оно не соответствует никакому изображению Из нашей, там, трейн-выборки И по итогу получается Ну, например, если вот эта мода соответствовала, не знаю, каким-нибудь кошечкам и этой собачкам То у нас получается непонятно что Обычно, когда гаусянка получается, обычно получается просто разъемные изображения Есть варианты, что получается у гаусянков? Росты, самый распространенный глаз Да, то есть, самый вот такой раз Собственно, здесь сразу введены две, как бы, проблемы Сейчас, или вторая, не видно Ну, получается, здесь это мод-коллапсинг называется Когда у нас гаун, он хорошо аппроксимирует какую-то одну моду А все остальное он забивает И поэтому у гаусянков там изображение получается супер-единообразное У вас есть же проблема, что они там разбытые получаются Да Так Так, давайте еще поговорим про Posterior Collapse Не сразу Это проблема, которая была в E Так И Собственно Да Так Когда она возникает? Она возникает, когда мы берем довольно-таки Сильный Сильный декодер То есть, в целом условии Так И давайте еще напишем оценку Которую мы вообще максимизируем, когда обычно мы в E Мы максимизируем VL Ну, наше album Data И для нее верно Вот следующее Следующее свойство Ну, собственно Просто она меньше, чем правдоподобие самих данных Слава, что ты понял, что ты говорил, что ты говорил, что говоришь, что в URB А, да Все так Ну, собственно, у нас есть какое-то неравенство То, что у нас наша рационная нижняя оценка Она меньше, чем правдоподобие данных Когда мы считаем это ждание по всей обучающей выборке Собственно Когда у нас есть сильный декодер Это означает то, что Распределение, которое выучивает декодер То есть PX при условии Z Да Его можно сказать, что оно там Равно примерно P data Ну, это такой критический случай Что тогда происходит Что тогда происходит вообще с С обучаемым воспределением на латентные переменные Чтобы это понять, надо просто вывести какую-то штуку Давайте, в общем, распишем Так 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 Продолжение следует... Так, и теперь просто разложим логарифм. Вот это же просто произведение, складывая логарифм, при этом я хочу выразить вот этот px при условии z, чтобы потом его заменить на p-data и посмотреть, что произойдет с оставшимися слогами. Так. Так, окей. Так, и теперь заменяем вот сюда вот и отставляем просто p-data. В этом случае у нас вот это вот мотождение просто уходит, потому что у нас здесь не будет зависимости от z, но здесь уже чисто распределение данных. И по сути вот эта вот штука тогда получается равна просто вот этому. Ну, здесь вот просто я сначала расписал, что мы в общем максимизируем в... когда обучаем наш вае, да, мы максимизируем вот мотождение vlb по всем данным. Так, соответственно, давайте распишем vlb. Это у нас мотождение вот по распределению вот этих переменных, ну вот эту штуку. Да. Собственно, я теперь расписываю. Просто вот эту отделяю от всего, что остается здесь. Ну, здесь остается, как раз, как диверсгенция между вот этими... между прайером и z и обучаемым отставлением z. Ну, со знаком минус, да? Ну да, 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 со знаком минус. И, соответственно, когда мы будем... Ну, теперь. У нас вот эту штуку, если вот это p от xz, оно равно p-data, то у нас вот эта вот вещь, она вообще никак не зависит от... ну, ни от декодера, ни от энкодера. То есть у нас уже декодер работает настолько хорошо, что нам уже все равно, какие приходят к нам латенты. Да? Все, по-моему, дают в схеме vlb, то, что у нас сначала есть декодер, который нам по входному изображению выдает, как бы, qz от x. А дальше мы симулируем отсюда z-ку и посылаем его в декодер. И отсюда уже выдаем x. Если у нас настолько хороший декодер, что ему уже все равно на то, какая пришла отсюда z-ка, он все равно выдаст какой-то хороший сэмпл, ну, не знаю там, какое-то изображение хорошее, то вот это вот... Я в прошлый раз говорил немного об этом, потому что вот это распределение просто предстоит обучаться. И здесь в целом это видно, что когда у нас вот эта вот вещь никак не зависит уже от декодера, ну, нет, сори, от энкодера она никак не зависит, то и мы хотим максимизировать эту вот вещь, то нам что выгодно? Нам выгодно, чтобы вот эта вот k-дивергенция, она просто обратилась в норму. Да, ну, здесь вот эта вещь, это же минус k-дивергенция между q, z, q, x и p, z. Мы, соответственно, максимизируем вот эту разность по, как бы, по вот этому распределению q. Вот эта часть у нас никак не зависит от q, ну, потому что когда мы здесь подставляем p-data, то у нас просто остается, соответственно, от ожидания b-data на логарифм p-data. И здесь минус k-дивергенция. То есть только вот эта слагаемая зависит от q. И, ну, очевидно, что ему выгодно стать просто прайером, и все. И это называется P-stairing collapse. И такое реально происходит. Я, на самом деле, когда об этом в первый раз слышал, я очень удивился. Ну, то есть это, ну, просто вот представьте проблему, как бы, у нас есть сеть, которая, мы, как бы, ей хотим помочь с помощью вот этого декодера, что мы, по факту, помогаем ей. Мы, как бы, находим такую z, такую z, которая, как бы, какую-то информацию еще бы к себе несет. А она так, не-не-не, мне это не надо. Я беру рандомный z, мне этого достаточно. Ну, то есть это, на самом деле, удивительно. И, да. И вот эта штука, она, вроде как, очень сильно проявила себя, когда по аптазе явилируют там всякие тексты и прочее. Вот так вот. И сегодня мы обсудим еще какой-то, мы обсудим другой подход, как бы, другую архитектуру в АЕ, которая вот этот, от P-stairing collapse, почему-то победила. Ну, кстати, еще неизвестно почему, но факт есть факт. Так. Собственно, называется VQ-Ve. Vector-quantized-Ve. 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 А вам рассказывали когда-нибудь? В VQ? Да. В VQ? А, VD было? Ну, так. Типа, я, в первую очередь, стоял, что был мужик, который сделал VD, VE, и это было круто, но в тот же ибо, в том же диффузионке, и... Лицом уже так представили. Да. на самом деле все эти подходы, они как-то супер друг на друга похожи. Все эти диффузионки, VD, VE, они в особенности очень друг на друга похожи. не, вот VD 4, от них сильно отличается, кстати. Ну, такая наша, на этом 20, понятно. Так, окей, у нас VQ-Ve. Собственно, мы все так же работаем с картинками, есть какой-то x, дальше у нас есть какой-то декодер. Так. О, декодер. Декодер. Так. И на его выходе у нас есть просто какая-то фичимаба. то есть у нас есть в общем, вот такой вот набор векторов, просто z, который принадлежит там n на d, где d это, собственно, размерность вот этого вектора, а n это суммарное, как бы, количество этих векторов, то есть, да, длина множена ширина. Понятно, да? Окей. И дальше у нас происходит следующее. Мы хотим эти вектора, короче, провести квантизацию. И она делает следующим образом. мы заводим какую-то словарь из k векторов. Причем каждый e, он принадлежит rd. Ну, то есть точно такая же размерность. Так. И теперь вот для каждого вектора отсюда мы находим самый ближайший к нему из вот этого словаря. Да? Соответственно, у нас вот этот вот большой как будет tensor, он у нас просто переходит вот в такую вот дискретную картинку. Где у нас тут какие-то циферки, типа там 5, 3, 1, что-то еще. и называется квантизацией. Это индекс этих? Это индекс векторов, да. Окей. Дальше мы делаем следующее. Заменяем вот эти все индексы собственно, непосредственно этими векторами. То есть теперь у нас, ну, опять вот такая вот фич мапа, только она состоит теперь из ну, вот этих векторочек. как бы записывать. Е5. Е3. Вот так вот. Как думаете, что мы дальше делаем? Декодер. Да. Давайте декодировать. А n это что? 6 векторов, 6 векторов. Да. Просто внутренний. Это, ну вот смотри, у нас здесь, какое количество здесь векторов размер на стиле? 9. Ну, окей, да, 9. Значит, n равно 9. Нет, ну, в смысле, оно задается чем? Просто... Оно задается твоей секторой. Да, просто внутреннее количество... Не понял. Просто модельник. Да. Ну, k, соответственно, тоже дает гиперпараметр. Да. Да. Дает тоже гиперпараметр. Так. Да, собственно, дальше у нас декодер, и у нас какой-то конструированный x. Ну, окей, у нас есть вот такая вот схема. Почему ее проблема? Как ее обучать, знаете, так? Не знаю. Градиент не передача ее за эту операцию. Да, с этой проблемой. А, у вас же сегодня был месяц, да? Да, да. Я-то думал, вы так хорошо осведомлены про градиенты и проблемы с ними. Да, но здесь, на самом деле, авторы поступают очень забавно, я бы сказал. В общем, да, они поступают следующим образом. Надо писать loss потихоньку. И обсуждать как для его компонента. Первая часть loss – это просто reconstruction term. да, между генерированной картинкой и изначальникой. При этом они, да, при этом у нас вставают вот это обучательники. Но когда мы вычисляем, когда мы вычисляем этот loss, и после этого делаем backward, они делают следующую вещь. Они, значит, прогоняют градиенты через декодер. Да, и у нас теперь у каждого вот этого, ну, у каждого вот этого вектора есть какой-то свой градиент. Мы вектора не обновляем. Вот по этому loss мы их не обновляем. Мы делаем следующее. Мы прокидываем градиенты вот сюда вот. Просто те же самые. То есть авторы говорят, ну, так как у нас вот эти ешки, они похожи на z, то и бог с ними градиент прокидываем. То есть какая-то оптимация. Да? Так. Окей. Прокинули градиенты и дальше распространили их на энкодер. Окей. С этим понятно. Дальше. Ну, собственно, вот эта часть, она похожа на просто loss вое, но вот этот первый, как-то так, шутерн. Не вторая. Он не хорсорим. Не хватает. У нас еще кайд дивергенции между u, z, условия x и p, z. Вот с этим интересно. То есть обучение, во-первых, делится на два этапа. На первом этапе мы говорим, что p, z это у нас просто равномерное распределение, ну, равномерное категориальное распределение над вот этим всем словарем. То есть это единица на k, далее единица на k. При этом чему равен вот q, q, z при условии x вот в такой вот схеме? Давайте подумаем. То есть в p, z они берут, просто фиксируем таким распределением. Ну, мы когда вое обучаем, мы тоже его фиксируем. Ничего страшного. Вопрос, каким будет, ну, я уже сейчас рассказал схему, вопрос, каким будет распределение q, z при условии x? Количество этих векторов, или на общее количество? Количество этих векторов? Ну, как именно, например, если мы смотрим даты, то количество этих векторов в этой табличке, промеженное ко все объекты. А, интересно. Сейчас. Сейчас. Давайте, давайте по-другому. То есть, во-первых... мы просто пишем, что z это типа категориальное распределение. Что тогда z? З. Ну, видимо... Хороший момент. Сейчас. Давайте у нас... Давайте обозначим так. Вот это z не е. А вот это обозначим... z q. Да, это понятно. Это z q теперь завтра. И давайте теперь поймем, как z q выражается через z e. То есть, z q это у нас на самом деле... Там получается вот z q. Сейчас, мы это сейчас доработаем. Будем итеративно просто понимать эту всю схему. А чему у нас тогда равно z q? Это мы сейчас через z e должны выглядеть. Аргмакс? Нет, мы сейчас... Ну, чердак, и через z e, и... Еще раз? Это аргмакс будет вот... Ну, скорее, аргмин. Да, аргмин. Ну, ладно, но... Мы же ищем... А, да. Самый ближайший, да? Да, аргмин просто... Окей, да. Ну, то есть я, смотрите, что пишу. Я пишу, что это равняется ek. Да, потому что это на самом деле... Сейчас, давайте, во-первых, предположим, что z q это... Это просто один вектор. Да? Пусть он бы равен просто z... Ну, вот. А пусть вот этот индекс n... Будем рассматривать просто один вектор пока что. Две простоты. И тогда z q это просто какой-то вектор из вот этого словаря ek. При этом k равен аргмин. Минимум. Вот он. g. z e минус e g. Так, как там? Пока что нормально? Сразу удалось. Так, окей. Тогда определим q z q при условии x. Мы, наверное, поменим, что это z e k. Чего? Мы выбираем k. Ага. z e k, нет? z e k. Не, сейчас. z e это обозначил просто выход latem encoder. А, хорошо. Сейчас. Давайте немного по-другому обозначим. Равняется... Равняется i. Так, плюс x. Да, то есть просто рассмотрим вероятность одной компонента. e и x. Это индекс. Нет, это индекс. Сначала это вектор, потом это индекс. А, я понял. Действительно. Так, давайте тогда что, скажем, что вот это z? Не, а у нас с татом у нас минимизация тоже неправильная. Еще раз. Вот это? Ну да, потому что z e это m на d? Не, не, ну тоже неправильная. Не, не, да, я сказал тебе про z t. Типа мы считаем то, что это один вектор пока. Ну ладно, давайте вообще просто. Просто когда у нас много векторов, так сложнее. А с одним вектором проще разобираться. Давайте введем еще одно обозначение. z e, z q и z. Да, для x. Да, давай. Так. Сейчас. Не, мне кажется вот это уже. Переходящий такой. Сейчас, давайте посмотрим, какой авторы сделали. Матрица в переходе. У них там не было биле мутации. Матрица в переходе. А сет. А, ну не хитрость. Да, у них это обозначено z. Да, вот так вот все получается на самом деле. Так, да, давайте, значит, вот здесь вот z. Так, во-первых, давайте все-таки представим, что у нас здесь один вектор, да. Вот мы на n пока что забили. Ну, потому что зачем нам с бачом убираться, когда мы с ним еще не разобрались. Так, все окей. Это правильно. Определяем это. А у нас, ну, изначально, когда было n для этих бача. Не-не-не, сейчас, прошу прощения. Нет, n это не размер бача, это размер вот этих вот векторов. Опять абьюз получился. Так. Что по итогу? Ну, на самом деле здесь получается банк-ход. Распределение. Дальше единичка у нас будет только вот в этом, в катом индексе. Везде, в остальных местах нули. Ну, потому что мы как бы однозначно определяем вектор, вектор z. Ну, не по x, надо же приусловить x. Так. Вероятность. Вот по задку мы будем приклеить. Я, наверное. По задке я. А, да, да, да. Ну, задъем как бы от xа вылечит. Да, да, да. Понятно. Ну, да. Чет, кажется, не всем понятно. Это было вопрос ванну. Сейчас, ну, смотрите, какая у нас здесь операция идет. Мы подаем x-encoder, получаем какой-то вектор. Дальше. Ищем ближайший е к этому вектору. И сопоставляем вот этому вектору, вот этот вектор из словаря. Да, то есть мы делаем четкий мэппинг из вот этого z в какой-то е. Ну, а когда мы так делаем, это означает то, что мы всю вероятность на массу отдаем только одному вектору, а в остальных местах мы с нулей. Опа. Ну да. Соответственно, это получается такая штука, что единица только когда i как бы равно вот этому k, да, и ноль во всей. Иначе. Так, окей. Тогда что мы можем сказать про кальдивергенцию между предметами. как распределением. Так. Ну, нам не только у одного слогального, ну, одной координатой. Ну, давайте он выйдет, посчитаем. Или кто, кто спит, кто хочет проснуться, выйти посчитать. Не сделаю. Распиши прям формулу четко, чтобы все поняли, откуда это однослагаемое и прочее. Так, ну, я так это не... Сейчас, ну, во-первых, я сразу через... Можно больше, да, сумму, наверное, написать. Ну, у нас же дисклейф. Да, да, да. Ну, такая вот история. Так, у нас он размера D, типа, да, поэтому тут... Ну, сейчас не размера D, а мы же... Да, 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 да. Что там? Это произведение, типа, это произведение, да, это произносится? Или как? Не, 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 вот сейчас, у тебя все правильно написано. Просто там ты, получается, суммируешь как бы по каждой компоненте. Да, у тебя Q от Z, это категориальное воспреждение. Да, да. Получается, ты суммируешь как бы от единицы до K. Вот по вот этим векторочкам, как бы, иначе суммируешь. То есть, ну, я по всем Z, которые всевозможные Z. Нет, надо. Нет, а... Сейчас, можно? Да. Смотри, у нас как бы... Z это, по сути, one-hot вектор. Ну, то есть, мы его можем вот так вот представить. И здесь у нас K-компонент. Да. Единица до K. Да, ну, вообще, это просто число, но вообще это one-hot вектор. Ну, число, one-hot вектор, там, разницы нет. Что мы так-так можем представлять. Окей, и у нас везде как бы здесь стоят нули. Где-то здесь стоит единица. Да, я понял. Во всех столиных местах нули. Да, то есть, ну, просто это... Соответственно, чтобы посчитать вот эту дивергенцию между вот... Таким вот... между величинами, которые распределены как бы категориально, да, нам надо просуммировать именно по компонентам. Соответственно, когда мы будем суммировать по компонентам, у нас вот там вот стоит вот здесь вот произведение кушки. И она везде 0, кроме одного места. Да. Поэтому я просто оставляю Q, которая вот... Да, и чем она там много? Z. А мы так, что сказали? Ну, там, типа, ну, можно индикатором записать. Не равно. Круз Z равно камеру писать. Круз Z. Да. Да. Ну, не совсем сейчас, смотри. Так, а нет, это тоже, да? Да. Да, 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 да. Сейчас, смотри, вот там справа записано. Да, вот здесь. Откуда у нас там K проявляется? K это вот отсюда, я переписал. А, окей, понял. Ну, типа, тут тоже Z равно K? Да, 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 вот эта формула равна, да. Все, я, получается, это... Ну, теперь, собственно, найдется число. Логарифм нам. Да. Число найти... Ну, почему тебе равно плюс Z равняется K? Плюс Z равно K это будет... Плюс Z равно K это будет... Ну, это не эта штука, единичка, единичка, и это единичка. И это получается минус логарифм вот этой штуки. Один на K. Да. Почему тебе равно нет с PZ равно K? Вон, слепый. Один на K. Короче, Лога K. Лога K. Один на K. Да. Поэтому... Да. С помощью коллектива, и всему разному. Окей, тогда мы будем... Ну, у меня почерва забрались. Чему равен... Чему равен градиент этой штуки? Ну, войдем. Ну, да. Какая-то станка. Соответственно, эти вещи мы можем даже не учитывать. Но это только на первом этапе обучения. Там вот цикл K1. Потом допишем. Окей. С этим разобрались. То есть, вот у нас появился лос в АЕ. Причем, одна часть она константа. Но авторы на этом не остановились. И они такие, ну, надо... Надо бы еще всякого добавить, чтобы эта схема завелась. И уже как бы без математики давайте просто игристики писать. Ну, какая первая игристика, вам какую-то голову. Во-первых, мы хотим обучать словами, да? Сейчас у нас нигде нет обучаемого термора. Давайте думаем, что нам добавить, чтобы... Вообще, что мы хотим, как бы, от этой модели. Вот вы, где-то санец, вы хотите обучить эту схеме. Чтобы словарь разнообразный получался. Словарь и нормального зрения. Чтобы норма каждого вектора была меньше. Норма каждого вектора была меньше. Словаря, да. Чтобы он не переобучился. Или сумма. Чтобы хвать норму, типа, вектора в словаре. Ну, то есть, да, неплохая тема. То, что нам надо как-то регулировать словарь. Мы только что от регулизационного члена избавили. Кстати, вообще, зачем нам приорваться? Я же должен правер на словаре дать. Как он нормальный сделать. Не, мы вот дали правер. Но мы сказали, что... Он на индекс. А, не в цепле вектора. Да, на сами ешки. Но, на самом деле, тут, как бы, идея авторов была такая, чтобы... Мы хотим, чтобы вот эти вектора в словаре, они недалеко раздвигались от вот этих векторов Z. А, тогда это норма разница, что это. Да, да. И они, на самом деле, вводят два терма. Значит, первый... Они ставят 100 градиент. Вот здесь вот. И минус, соответственно, E. Почему мы это стерли? Мы, типа... Еще раз. Оно используется вот KL. KL, но она константа. То есть мы сначала написали, что давайте добавим в Эль эту штуку. Не, 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 давайте добавим. У нас, как бы, математически, когда мы выводим в Эль в Эль, оно всплывает. Да, да. Потом оно оказывается константным, но ее можно, значит, не учитывать. Поэтому мы ее стерли. Окей, они добавили такую вот штуку. И добавили еще одну штуку. плюс B там, минус... То есть, на самом деле, вот эта вот первая часть... Сейчас, вот здесь вот, наверное, совсем хорошо записано. В общем, что они делают? Нам хочется приближать вот этот какой-то E хатый не ко всем векторам из Z, E, да, а только к тем, которые ему соответствуют. Да? Еще раз. Редикатурные? Ну, да, по сути, да. Ну, то есть они вот в таком виде оставляют, но, то есть, смысл таков, что мы выбираем Z, E те, которые соответствуют вот этому E, K. Да? И чему это на самом деле соответствует? То есть вот мы на самом деле выбрали вот таких вот несколько векторов. там Z, E, 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 центр ну и соответственно они сделают то же самое, то есть они делают это как бы не они делают это гардиентным методом, то есть они просто вешают вот такого term и вычисляют по нему гардиент они делают как бы четкий шаг, потому что у нас не видится, это только какой-то batch да и соответственно они как-то сдвигают этот e, чтобы он был где-то в центре ну и делают это с помощью гардиентной оптимизации Это означает то, что вот эти вот 5 латентов соответствуют этому EK, соответствует, имеется в виду, что вот когда мы здесь выбираем номера, то у них стоит здесь номер K, понятно, да? А всего типа Y, ну, это индекс размера, это размерность? Нет, всего векторов N. Ну, то есть у нас вот эта Pitch, а мы вспомнили уже, что у нас N, не один раз, мы понимаем. Ну, у нас вообще в Batch их больше, чем N, у нас получается N умножить на размер Batcha, так, понятно, ну, с этим окей, при этом они здесь ставят for president, чтобы не обучать ZE, да, только, то есть мы вот этим термам обучаем только словарь, дальше, вот эту штуку они ставят как раз и чтобы добавить, регулиризатор на генерируемые латенты, они говорят, что давайте, чтобы латенты недалеко разбегались от самих векторов словарей, вот так вот, и при этом они ставят здесь процент β, но чтобы форсировать это, как раз, с меньшей силой. Ну, в плане они вот говорят, что вот это вот именно loss, а это просто регулиризаторы, там ставят в эту, типа одну, одну двадцать пятую, то есть они нам друг на друга тянут, но при этом вот этот терм тянет немного меньше. Понятно, да? Ну, вообще, именно запись SG в данной записи, она что означает? Стоп-градиент. Ну, а то, что мы не учим генерируем по ней, и все? Да, да. Так. Да, и, собственно, вторая часть. Вторая часть, да. Это прикольно. Окей, ну вот мы обучили эту схему, да, в целом понятно, как мы это сделали. Дальше, как будет выглядеть генерация с помощью вот этой сети? Дальше, как генерировали Z, где есть проекторы? Еще раз. Ну, Z сначала генерировали. Как генерировали Z? Z, то есть априорно. Априорно у нас вот такое, да? Ну, да, то есть у нас, ну, во-первых, независимое, во-вторых, равномерность уделенное. Мы сгенерировали, значит, здесь какие-то чиселки, замапили их в вектора Е и выдали какую-то картинку. И вот авторы говорят, что когда мы вот так вот делаем, у нас качество модели сильно падает. Ну, не то, что падает, оно просто плохое. И они предлагают делать следующее. А давайте обучим еще правер. Ну, у нас вот во время вот этого обучения, у нас картинки мапились вот в эти вот дискретные представления. Но при этом никто не говорит, что вот все вот эти как бы векторочки, они будут распределены равномерно. Возможно, здесь будет больше пятерок, там будет меньше права. Ну, вот в общем, здесь будет тоже какое-то распределение. Поэтому давайте здесь возьмем еще генеративную модель и обучим генерировать просто из какого-то шума вот такой вот дискретный правер. Они конкретно берут, когда мы говорим о дискретных величинах. Они хотят из шума генерировать дискретные величины. Ну, я сейчас сказал просто про какую-то генеративную модель, необязательно шум. То есть мы просто берем генеративную модель и учимся генерировать вот такую вот дискретную картину. Ну, ну, Gumbly мы как-то джунгли можем, мы как-то... Gumbly? Gumbly. А, ну, конечно. Но там из непрерывного ворудом как-то на лекции мы делали, что дискретно... Не-не-не, сейчас, здесь идея другая. Здесь мы хотим обучить дополнительно какую-то другую сеть, выдавать латентные кода картинок. Да? То есть мы теперь делаем другой датасет, мы вот эти все картинки переводим в латентные кода, вот у нас теперь есть датасет латентных кодов, и мы хотим обучить генеративную модель выдавать эти латентные кода. Понятно, да? Да. Но так как здесь вот эти дискретные как-бы переменные, они просто берут пиксель CNN, это, в общем, по сути просто авторегрессионная модель, мы можем взять, не знаю, там, какую-нибудь GPT маленькую и обучить ее точно так же. Ну, просто вот эту вот штуку, все, вытягиваете вектор, да, и тогда у вас просто какие-то токены, там, токен 5, токен 3, токен 1. И генерирует это, собственно, ну, как эти все авторегрессионные модели работают, они представляют PZ в виде PZ1 умножить на PZ2 по условию Z1, умножить на PZ3 по условию Z2, Z1 и так далее. Ну, то есть просто трогрессионно генерируем каждый токен, так сгенерировали всю картинку, замапили ее в векторочки и сгенерировали изображение. И вот эта штука работает довольно-то неплохо. То есть я бы сказал даже очень хорошо. Работает лучше, чем обычный в E. Сейчас они, хотя... Ладно, я не помню, они, кажется, стоили сравнимо с... Потому что они просто вышли довольно-таки... Они вышли позже, чем в E. И уже сравнивались... Кажется, с ганами они, в основном, сравнивали, если говорили, что у них примерно такое же качество. Но плюс в том, что здесь дискретное распределение. И они, кстати, в E. В E. Использовалось в первом далее. Да, вот эти, которые, сетки. Даля-2, когда в прошлом году вышло. Но Даля-2 уже с ганами, а вот Даля-1 был как раз с V. В E. Вот такие вот. Другие. Да, теперь еще немного про всю эту историю. Собственно, VQVE-2. Это, на самом деле, как будто бы что-то среднее между VLVE и просто VQVE. И VQVE-1. Соответственно, они делают следующее. Так. То есть, там, на самом деле, было только одно важное улучшение. Добавить какой-то аверхичности в наш, в наш, как бы, обучаемый. Ну, райер, пастельер. То есть, когда мы делаем вот эту вот штуку обучаемой и навешиваем какую-то сложную структуру, то модель доработает лучше. И это, в целом, основная идея VDVE. И вот VQVE-2, оно заэксплойтило эту идею, но не сильно. Так. Собственно, у нас есть какое-то изображение. Дальше полуэксплойт. Нет, это звучит хорошо. Дальше. То есть, у нас вот добавляется такая вот иерархичность. Мы из XAM в два шага получаем сначала один латент, потом второй латент. И вот этот самый низкоуровневый латент мы преобразуем, ну, мы квантизуем его, получаем вот этот E-top. То же самое, что здесь Z-Q. После этого мы делаем следующее. Так. Мы из вот этого вот E-top... Так, сейчас... Да, мы предсказываем, ну, как будто это H-batom. Так, и из него мы теперь предсказываем инконструированный X и при этом добавляем туда еще вот этот E-top. А, сейчас... А вот эта стрелочка, это H и H. Что это значит? Сейчас еще раз. Какая стрелочка? Вот эта стрелочка между H-bottom и H-bottom. Это на самом деле означает то, что мы вот здесь вот, из вот этого E-top пытаемся предсказать как бы H-bottom. Ну, то есть вот мы обучаем вот такой вот H-bottom предсказывать отсюда. Ну, то есть... Понятно. Ну, то есть мы это внос в какой-то особый... Да, да, да. А, окей. Так, сейчас, здесь... Еще одна стрелочка нужна. Нужна вот так получить E-bottom. А вот стрелочки, в которых подписано чего там, что там? Как модель? То есть, что там? Это, ну, как бы просто переход. Ну, да, по сути, это модель. То есть, это... Ну, здесь на самом деле просто одна модель. Здесь какие-то пограничные USLA, здесь последние USLA. Да? То есть точно так же. Не знаю, можно представить как два H-bottom. А, поэтому я... Вот эти стрелок, ну, здесь вот, соответственно, квантизация. Вот здесь вот тоже квантизация. А дальше вот здесь вот предсказание. Так. Просто допустояние между отходером и декорером добавляем. Да, да, на самом деле это вот вторая интуиция, которая помогает понять, почему эти модели работают. Это сделать их более похожими на UNED. Ну, у тебя почему-то аналогия была именно с UNED? Да. То есть, вот, VDE там, они... Ну, здесь вот эти два уровня всего. VDE там, ну, в общем, очень много. То ли порядка сотни, то ли десятки. Так. Ну, да, соответственно, мы просто выстраиваем такую графическую структуру. И потом, когда мы захотим все это генерировать, то мы, получается, генерируем E-top. Предсказываем из него H-bottom. Делаем квантизацию и предсказываем из вот этих двух же компонент непосредственно X. А, да, собственно, зачем они это все делали? Для того, чтобы работать с... Как это называется? High resolution images. Да, да, вот высокое разрешение на изображение. Да, потому что просто модели из, ну, такого вот маленького, как бы, пространства, и тяжело сгейерировать высоко... Их изображение высокого разрешения. Поэтому они его делают вот так вот в два этапа. Ну, это, на самом деле, очень частый трюк, да, то есть, stable diffusion, он делает то же самое. Они, там, вообще, в лапах сначала все регенерируют, а потом, как бы, обскейляют до самого разрешения. Кто-то, там, как-то другая версия, короче, гугловский аналог stable diffusion, они делают еще прикольнее. Они обучают сначала диффузию в низком разрешении, а после этого обучают еще Super S дополнительное, который генерирует высокое разрешение, но при этом, как бы, вмещает в себя ключи, которые вкладывают диффузию. То есть, они-то все, end-to-end обучают. Так. Средствует теперь VDV и осталось. Задачки решать интересен, да? Все эти статьи. Кому они вообще нужны? А чего? Кому их статусы получили? Чего? Ну, ты же нам сказал, что они получили качество такое, которое было бы до этого. А, нет, а, давайте, да, расскажу про историю. ЛВ, ПВЕ. На самом деле, я... Интересно, мы не будешь еще услышать про сами параметры. То есть, K, например, какой-то, может быть, N, для ее, чтобы это все работало. Блин, а, ну, это можно в статье заглянуть. Но, K-то вроде 32 было. Про N, ну, про N... Ну, это очень много. Сейчас, ну, почему? Сейчас, смотри, но какой у тебя тогда будет... Ну, то есть ты для каждого... Ну, то есть 32 – это количество... Да, до второго, да. То есть ты для каждого... То есть ты для каждого объема букв, по сути. И ты зашифруешь им весь язык. Да-да-да. Ну, потому что у тебя же здесь N. Ну, тогда я хочу. И это еще получается... 32 в степени N. Ну, а вообще, кстати, вот этот вот наш фон, мы подскажем, что сверточная сеть, да? И нам в фичи map это короче на сети, да? Да, конечно, там сверточная сеть. Это 2018 год, там только сверточная сеть. Да. Ну, в общем, нет, на самом деле вместимости хватает. Ну, получается, если даже словать 32, или ладно, давайте сотку возьмем, окей. И дальше мы генерируем, не знаю, 10 векторовочков. То есть это означает, там, 100 в десятой степени, но это, кажется, достаточно. Все изображения надо закодировать. И еще что-нибудь. Так, да, собственно, что-то историю рассказать в букву Е. Это история такой... История такого того, что нельзя сдаваться. В общем, чувак все это сделал в 2016 году. Отправил на, конечно, Nix и его дыжек. Соответственно, к 2018 году то ли архитектуры докрутили, то ли вот что-то еще. Ну, кажется, вот на новой GPU-шке как раз вышли. И они, опять-таки, провели эксперименты на... На других... А, да, в статье, на самом деле, эксперименты этого букву Е вообще для всех по дальности. Для изображений, для аудио, для текстов, там, для чего-то еще. Ну, в общем, они там прям хорошенько постарались. И в 2018 году их все-таки статью приняли. Ну, и там, Свет увидел вот эту идею и потом вот вставили даже в Далее 1. А почему дыжек? Первый раз? Наверное, плохие результаты были. Не помню, честно говоря. То есть они, типа, не смогли просто нормально обучать, поскольку не было хороших GPU-шек? Я вот не помню, вот, честно говоря. Ну, там вот что-то в этом роде. Не, на самом деле, акцепт на конференцию, это так, некий рандом, отчасти, поэтому... Ну, там тоже открыл он, не стоит, а с открылым. Я просто акцепт показал, что 32-х векторов выживал. Они два года обучали просто на размер... Да, они просто кажутся, надо сдать, я не так... Папа. Папа. На самом деле, у меня, кстати, ехать, осталось много вопросов, но почему-то эту всю тему не начали... Ну, например, первый вопрос это, а почему бы нам вот эту, как бы, квантизацию не делать, вот такой фиксируемый в этих векторах? Почему бы не сделать ее... Ну, типа, мы можем насчитать для каждого Z, Z, E... Можно огректированную сумму. Да, да, вот огректированную сумму. То есть мы можем вывести какие-то коэффициенты, там, C, E, которые будут пропорциональны расстоянию между Z, E и там, да? Какой здесь C, E, E, E? И, соответственно, взять какое-нибудь категоральное распределение, они просто... ну, даже здесь, на самом деле, очень легко softmax делается и просто замножается на векторах. Но, оказывается, эту всю тему не исследовали. Ну, либо я просто не читал достаточное количество статей по этой теме. Так, соответственно, этого Е. Так, здесь надо резинку нарисовать. Собственно, давайте делать еще более иерархичную структуру. Так, еще... Так, собственно, у нас есть X изображение, которое проходит через какой-то там толстые слои. Опять, кажется, CNN-ки там были. И, наверное, еще там резинент-связи, что-то в этом роде. Так. Просто кажется, сейчас архитектура — это своеобразный тоже кипер-параметр. Можем там менять attention, можем там всякого такого накручивать, и качество потихоньку растет. Сейчас в кубики играем. Да, в кубики играем. Торче. Так. Да, кому расскажешь, что-то нет. И неужели пойму. Так. Соответственно, теперь есть... То есть там в статье, на самом деле, картинка побольше, но у нас просто доски не хватает, поэтому я... Ну что, давай все слоев рисуем. Что вам? Все слоев рисовали. Да. Кстати, в Шаре нам рисовали их. Там несколько досок есть. Сто слоев. Или сниску 52, да. Смотрите, какая статья будет еще, да. Ну, как он старается написать? Вот моя архитектура. Это не моя, это может, когда-то там неладное процесс. Это сочек, который на регионе, это видите. Поставили, да? Так, аж у нас... Так. Так, треугольнички все равно толще, но лучше, да? Ну, толще, но... Ну, да, у нас же картинка, разрешение картинки уменьшается потихоньку. Ну, число каналов. Ну, а каналы, как раз, такие, если ты раз прикрепляете... А, в смысле, вы здесь какой-то смысл нашли? Потому что там ширина негде, просто случайно. Так, соответственно, вот эти слои называются топ... Топ-даун-вэйрс? Топ-даун-влокс. Так, у них все равно. Похоже на юнет. Да, реально похоже на юнет. Ну, то есть, нам на самом деле, когда я это в первый раз слушал, то там именно была такая интуиция. Давайте вот посмотрим на юнет, и давайте сделаем так же. Ну, на самом деле, ну, то есть, юнет это не совсем генеративная модель. Ну, то есть, там, идея, что нам полезны вот эти, как бы, скип связи через, как бы, от энкодера, от декодера. Ну, да, все представляют себе юнет архитектуру. Да, да. Ну, и, то есть, нам, как бы, полезно упрасывать большой сигнал. Если скип связи проиграют, если скип связи проиграют в автодировщиках, это, конечно, неинтересно получается. А, проблема в том, что ты можешь тогда сейчас... Ну, будет экспорт передача? Не-не-не, смотри, вот в этом, на самом деле, обман. Если ты просто начнешь юнетом учить, учить генеративную модель, что ты получишь? Просто он будет прохидывать. Да, просто прохидывать. Можно шут? Да, и он будет динозить, да? Да, собственно, здесь, как бы, то есть, вот такие вот связи, они только во время трейна используются, да? Когда мы начинаем сэмплировать, вот этих всех связей нет, там появляются другие. Так. Собственно. Так, вот здесь вот за x я обозначаю как раз такие вот, вот эту вот связь, которая вот сюда идет. То есть это, типа, x, который прокидывается, то есть, типа, сигнал из, из энкодера. Так. Я не буду вдаваться в детали, какие там слои, поэтому просто пишу, типа, neural network. Или там... NN sequential. Окей. Окей. Так. Так, давайте мы сейчас потом еще вместе немного дорисуем, чтобы это для вас были не просто граффити на заборах. Так. Так. Особственно, какая параметризация у этого VDVM? Так. Давай сейчас здесь. То есть мы представляем prior вот в таком вот виде. То есть у нас теперь эллатентов на самом деле не один, а их много. Поэтому мы его точно так же, как в авторегрессии, мы их выписываем. Z1 при условии Z0 и так далее до VZN при условии Z-N. Так, давайте теперь кратко. Что из этого Z0, а что из этого ZN? Ну, типа где она находится в этой иерархии? Ну, заодно, вероятно, то, что она пришла и ее снизила. Ну да. Да. Да, Z0 она вот здесь вот. ZN, соответственно, где-то вот здесь вот. Так. Окей. Соответственно, тогда у от Z плюс в условии X надо расписать в таком уже виде. Ну, в общем, то же самое, просто теперь обуславливается на X дополнительно, да? Так. И тогда... Так. Все же, да, помнят, как у нас L порасписывается? Я его не буду писать еще раз. Ну, в смысле, саму формулу. И распишу сразу вот, во что она выливается. Q. 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 Здесь уже будет не одна k-дивергенция, а вот их n штук. Потому что у нас n теперь латентов. Так, они, соответственно, и далее. k-между-ку. z-n. Кстати, вы похожие записи будете встречать потом в визионках. Они, кстати, почти везде одинаковые. Небольшие детали меняются, а так, в сути, состоятся тоже. При условии z-n, ну, в смысле, мы все z-0, а также z-n, да? Сейчас, секунду. Что имеешь в виду? Ну, вот, первый слагаемый ваттбол. z-n это, типа, последний выход с этого? Вот, вот я вот здесь написал. z-n, значит, у нас теперь много, как бы, блоков, да? Это означает, что у нас много латентов. Вот здесь вот мы обозначаем z-n, z-n, а здесь у нас z-n. Я увидел эту всю первый раз, а я подумал, если мы обучаем prior и, ну, как бы, наш prior и qz-n, почему они не схлопнулись? Ну, мы сейчас разберемся. И это надо потихоньку внукать. Ну, чему-то, да, но чему-то одному. Но, тогда в V, 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 E, а может, поэтому V, 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 E, так не стало. Так, да, собственно, давайте поймем, что мы вообще хотим. Вот мы обучаем, как бы, мы обучаем ход z, и он принимает еще на вход x. Окей, мы обучаем также правил. Тогда вот здесь вот нам, ну, нам в какой-то момент надо сэмплировать из какого-то распределения, да? Ну, как в V, E. Соответственно, опять-таки, с аналогией в V, E, в какой момент мы сэмплируем из вот этого q? В плане, во время обучения или во время сэмплирования? Ну, окей, у нас здесь есть какие-то два распределения. Они еще и обучаются. Зачем они вам все нужны? Ну, ладно, зачеркиваю. Оставляем генет. Нет, это какого-то распределения. Вот эта картинка? Да. Это, смотри, это вот этот один блок. Соответственно, он, правда, тут немного перевернут. Да? Понятно. То есть, из-то, наверное, все понятно. То есть, вот это как бы приходит вот сюда. При этом еще x приходит какую-то нейронку, и она... Вот. x – это вот отсюда. А давайте нам кулкать. А x приходится как вот по соответствующему уровню, или там ниши, выше... Ну, вот как здесь показано. Ну, соответствующий, да. То есть, обычный соответствующий. Это любой блок из правого этого столбца. Да. Да. То есть, x нужна только чтобы кошку выдадрировать. По сути, так грани. Ну, да. Ну, не знаю, зачем x в V, E? Тоже чтобы кошку выдадрировать. Ну, то есть, само q при генерации вообще не используется, потому что у нас x-альница. Да, 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 да. Вот это вот хорошее мысль, у нас реально не пояса. Как бы... А потом какой-то другой генерации в стройной основании получим. Вы куда? Да. Да. Потому что на каждом слое будет добавлять шум какой-то. Сейчас, давайте еще один интересный момент разберем. Чтобы... Давайте вот здесь вот h возьмем не шумом, а константом. Окей. Что тогда будет происходить, если мы вот здесь вот ни с чего эссимплировать не будем? Детерминированное все. Да, все детерминированное, да? Может быть просто... И, кстати, я не помню точно, возможно, авторы реально константы выведут. И в чем суть в том, что когда мы начинаем... Ну, окей, мы поняли, что нам надо, значит, сомфлировать отсюда. Чтобы вносить как бы в нашу сеть статистичности. Чтобы она выдавала не постоянно ни одну или ту же картинку. Интересно, а что будет в среднем по всему дата-сету? Белую картинку? Конечно. Здесь от дата-сета. Так, в общем, окей, нам надо сомфлировать. Чтобы добавлять всякстичность, чтобы генерировать картину. Окей. Ну, так как у нас здесь x, во время обучения разумно его использовать. Потому что во время тестирования она мне пригодится. Окей. Сомфлируем отсюда вазать. И будем его прокидывать вот сюда. Просто будем его складывать вот со всеми этими потоками. С потоками. Окей, и это мы назовем, начало, мы сомфлируем во время трейдера. Во время теста, соответственно, мы сомфлируем вот эту штуку. У нас уже нет x, да, у нас вот всех x-связей нет. Вообще вот этих сетей нет. Ну, не, а вон, сеть есть, но x-а нет. Поэтому печально. И будем использовать только эту часть. Соответственно, сомфлируем отсюда вазать. И прокидываем ее отсюда. Тоже на время трейдера. Не-не, во время сомфлирования. И не разумеется. Да, да, да. И при этом вот здесь вот мы, у нас есть кайл терм, да? Который нам будет матчить. Вот это вот распределение, вот в этом. И, соответственно, мы будем надеяться, что вот, что вот здесь вот обучилось, и вот здесь вот, оно примерно одинаково. Поэтому мы во время теста можем на это забить и сомфлировать отсюда. Ну, собственно, воем это же так же дело. Мы надеемся, что наше QAZ будет близко к правилу. И поэтому мы можем сомфлировать отсюда. А, вот так, что стрелочка с ингкентенацией сверху, что значит, что это? Какая-то ингкентенация, ингкентенация, да. Еще тут где? Кто там? Да. Да. Там стрелка, которая... Это плюс? Ну, неважно, можно ингкентенацию, можно плюс ставить там. Мы как бы... Мы в нее подаем что? А, вот это? Нет, нет, справа. Сейчас, вот откуда справа? Нет, вот так вот здесь. Презентальная стрелка, плюс. Да. Вот это. А, отсюда. Все, окей. Ну, кстати, хороший вопрос, зачем автор это сделает? Возможно, чтобы вопрос добавить в какие-то обучаемые слои. Сейчас, тогда он что-то будет выходить? Нет, здесь две головы, то есть две разные головы. А, и что там выходит? Ну, какая-то добавка, не знаю, там, что-то. То есть они просто поленитисные, а еще одну стрелочку? Возможно, это экономия весов, да? То есть, если мы здесь еще одну голову поставили... Ну, то есть, смотри, если бы у нас здесь не было стрелочки, то у нас бы ничего не обучалось. То есть у нас бы там какой-то шум постоянно впрыстывался, и все. А самих каких-то там слоев, которые что-то делают, не было. А так у нас вот есть какие-то слои. Не, непонятно? Не, не отрубается. Ну, то есть, вот эти вот слои, получается, они отвечают за, как бы, обучение декодера. Потому что вот эти слои во время уже сэмплирования, они, как бы, ничего не делают. Их вообще нет. А это у нас остается только вот этот номер. Если бы у нас не было здесь стрелочки, то что бы мы делали? Мы получали что-то на вход, сэмплировали шум, прибавляли к нему шум и радовались бы жизни. Так, давайте подумаем, почему вот эти штуки не схлопываются все-таки. Друг в друга? Да, друг в друга. Наверное, по той причине, что там установили какую-то непонятную нейронку, которую еще подают пациенту. Ну, здесь все равно непонятную нейронку. Нет, справа же. Не, ну я понимаю, ну они, типа, ну, две непонятные... Сейчас, типа, несимметричные. Окей, это, да, это... Это правильно, ответ на самом деле. Просто он понимает, а что из этой несимметричности следует? Ну, давайте так, почему у нас никогда P, Z не сможет стать код от вот этой кушки? Потому что X важная штука. Да, да, да. Потому что у нас здесь вот эта Q, она обусловлена на X. И означает, что для каждого X она будет разная. Ему выгодно быть разным. И P, Z просто не сможет стать код от вот этой кушки. Потому что она не обусловивается на X. Он никогда. Да, если X бесполезен, то сможет. То есть X по-то сумму прямо у сих пор. Ну да, если X бесполезен, то... Да, если X шум. Так. В общем, вот эта вот модель... Не, она на самом деле реально очень похожа на диффузионки. И если так абстрагироваться, и там поставили в пресс шуму потихоньку. Потихоньку уточнение ответа. В целом вот эта диффузионка. Так, да. Ну, у вас будет следующая лекция диффузионки. Можете сравнить. А вроде нам обещали, что у нас все время ебнулось. Через одно. Да, через это. Получается, а нам презентацию. Презентацию? Да. Руд. А что вы догадываете? Да, что вы догадываете? Я думал в диффузионке. А Словику-то не сказали. Разберешься буквально. Ну, ну да. Парисер. Так, ну, у меня все говорят. Спасибо. Спасибо.